Чтобы избежать затопления поселка Шиткино-Тайшетского района, размер водопропускной трубы на временном переезде через дамбу нужно увеличить. Это позволит улучшить отток воды. Такое поручение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Напомним, в населенном пункте сложилась ситуация, которая может представлять угрозу подтопления не только талыми водами, но и водами реки Бирюса при прохождении ледохода. Кроме того, дорожной службе необходимо установить трубу большего диаметра в районе улицы Кирова для дождевых и талых вод. После появления инженерной защиты временный переезд, который проходит по дамбе, уберут. Поэтому, по словам губернатора, муниципалитет должен организовать другой временный переезд. Его будут использовать, пока не закончат проектирование и строительство моста в этом месте. Пожарные и добровольцы спасли от огня часовню в поселке Мурино Слюдянского района. После утреннего сообщения о возгорании на место первыми прибыли добровольные пожарные. До приезда подразделений МЧС они сдерживали распространение огня. Через час пожар ликвидировали на площади 36 квадратных метров. К тушению привлекли три расчета. Огонь повредил внутреннюю отделку часовни. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают. В получении взятки подозревают сотрудника исправительной колонии в Ангарске. По версии следствия, с марта по апрель этого года младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии номер 7 получил от осужденного взятку в размере 39 тысяч рублей за незаконную передачу мобильных телефонов. Следователи проводят проверку. Сотрудника исправительной колонии отстранили от исполнения обязанностей. Возбудили уголовное дело по статье 290 «Получение взятки должностным лицом». Расследование продолжается. Программы по изучению корейского языка будут развивать в регионе. В Ангарскую школу номер 27 с визитом приехала делегация из Республики Корея. Это представители консульства. Свой визит гости начали с экскурсии. Их познакомили с историей и традициями школы. Ученики с удовольствием пообщались с корейцами, продемонстрировали отличный уровень лингвистической подготовки. По словам директора учебного заведения, здесь ученики уже несколько лет ездят по обмену во Францию, Германию и другие европейские страны. Новая программа предполагает проведение совместных мероприятий с корейскими школьниками и педагогами. Это онлайн-конференции, телемосты и обмен учащимися. В завершение встречи представители Южной Кореи подарили школе набор учебников с дисками для изучения своего языка. «После окончания нашей встречи мною будет подготовлен отчет, где будут отражены все ваши предложения. Я обязательно направлю данный документ в Министерство иностранных дел нашей страны для возможности воплощения данной идеи». В Братске прошел один из главных форумов молодежи. Умы школьников и студентов среднеспециальных учебных заведений придумывали, креативили и доказывали свою точку зрения по разным вопросам. В рабочей аудитории Братского целлюлозно-бумажного колледжа пришли 380 человек. Это представители 23 учебных заведений. Их распределили на 10 площадках. Ребята узнали все о предпринимательстве, экономике, студенческих и молодежных движениях региона и России. Главная задача каждого наставника – раскрыть талант, услышать, чего хочет новое поколение. В этом году седьмой по счету форум сменил не только место, но и основную тему – это социальное проектирование. Молодежь готовят к победе в грантовых конкурсах. Доносят, что государство заинтересовано в новых и смелых идеях.